Все, все мне это надоело. Люда кричала в трубку так, что Олеся вздрагивала, хотя муж разговаривал в прихожей, а она сидела на кухне. Приезжай и забирай ее. Это и твой ребенок тоже. Мне нафиг твои алименты не сдались. Я сама тебе буду платить алименты. — Забирай это чудовище. Если не заберешь в течение часа, я отвезу ее в детский дом. Я напишу отказную. Мне плевать. Олеся с тоской слушала вопли бывшей жены своего мужа и ею овладевала отчаяние. — Все, конец идиллии, — думает Олеся. Если уж мать с ней не может справиться, называя чудовищем, то ее, Олесю, дочка мужа, перекусит пополам и не подавится. Олеся не любила конфликтов, никогда не ругалась ни с кем. Сидит сейчас, чуть не плачет. Муж виновато посмотрел на Олесю. — Лисенок, Люда беснуется. Алиса к нам приедет пожить. Но ты не переживай. Это временно. Они приехали часа через три. Олеся уложила спать Никиту, сидела и ждала мужа. — Вот, виновата, — говорит Виктор. Мы переехали. Задержались немного. Он отходит в сторону, и Олеся видит маленькую худенькую девочку с хвостиком мышиного цвета волос. Олеся становится жаль девочку, но только на минуту, пока та не дергает плечом и не бросает отцу. Что ты, как собачонка, отчитываешься перед каждой? — Алис. Олеся не каждая. Олеся моя супруга. Ты прекрасно знаешь об этом. — Мне плевать, кто там твоя. Покажи, где мне спать? Или, может, лучше мне не раздеваться? Сразу в детский дом отвезешь? — Будете кушать? — Олеся решила не обращать внимания на слова девочки. — Кушаешь ты, а нормальные люди едят. И нет, мы заехали и поели нормальной пищи. Отец хоть поел по-человечески, а не ту бурду, что ты наварила. — Алиса! — строго сказал Виктор. — Быстро извинись перед Олесей. — Нет. — девочка повернулась к отцу. — Нет. И что ты мне сделаешь? Можешь побить меня. Мать считает, что мне помогает сбучка. Олеся ушла в комнату к сыну. Пришел муж. Он был на взводе и весь издерган. — Ну что мне делать? Не в детский же дом ее отдавать в конце-то концов. Олеся пожала плечами. — Я не знаю. Она Никите ничего не сделает? — Да что ты тоже начинаешь? Ну, е-мое! И начались тяжелые будни. Олеся терпела. Алиса истерила. Сначала Олеся пыталась кротостью завоевать доверие девочки, но сделала только хуже. Подросток, поняв, что ей никто не перечит, стала доводить до слез свою молодую мачеху. — Заткни ему рот, я делаю уроки. — Выводит он из себя. Показывая на смеющегося Никиту, говорила Алиса. Не ест то, что готовит Олеся. При них не ест. Накладывает в тарелку и утаскивает к себе в комнату, пока никто не видит. Постоянно фыркает. Пока нет отца, она сидит, запершись в комнате. Как только он приходит с работы, выходит и начинается представление. Она не дает взять на руки Никиту. Залазит на руки к отцу, прижимается к нему и щебечет, как она скучала. Никита начинает плакать. Тогда отец просит Алису сесть рядом и берет на руки мальчика. Что тут начинается? Истерика, слезы, падание в обморок, крики, что она никому не нужна и лучше сдать ее в детский дом. Олеся подхватывает плачущего Никиту и уходит на кухню, а иногда и на улицу. Олеся знает, что мужу тяжело, но силы ее уже на исходе. Она в шаге от того, чтобы взять сына и уехать к родителям. Приехала в гости к Олесе старшая сестра, Юлька. Полная Олесина противоположность. Попала Юля как раз на истерике и вопли «Убери этого ненормального». Никита начал ходить и подполз к двери, где сидела сестра, начал стучать погремушкой. Алиса резко открыла дверь. Малыш от неожиданности упал и начал реветь. Алиса начала кричать. Юля подхватила упавшего племянника и вставила ногу в дверь, не давая Алисе ее закрыть. Еще раз мой племянник заплачет от тебя, я выдерну тебе ноги. И мне плевать, жалуйся кому хочешь, я всем скажу, что ты врунье. Не знаю, чего ты терпишь, повернувшись к сестре, проговорила Юля. Давно бы капала Витьке на эту неадекватную, ей место в психушке. Алиса замерла, прислушиваясь. — Не надо, Юль, — просит Олеся. — Что это не надо? Будет эта сыкуха командовать? Я-то знаю, отчего Людка от нее избавилась. Она трех мужиков потеряла благодаря этой заразе. Вот нервы и не вытерпели. Я говорю, ее в дурку надо. Присматривайся к ней и говори Вите, что это неадекватная угроза для сына. Олеся всяко показывала Юле, что не надо. Так не надо. Но ту было не остановить. Она подмигивала Олесе, прикладывала палец к губам и говорила, говорила. Алиса притихла. Уже осторожно ходила, понимая, что может натолкнуться на бегающего везде Никиту. Однажды, собираясь гулять с Никитой, Олеся заметила, что ее кроссовки порезаны. Не порвались, нет, порезаны ножом. В следующий раз оказалось, что изрезана новая ветровка. Олеся рассказала Юле. Портит вещи девчонка. Не найдешь с ней общего языка. Да какой общий язык, Юль. Я ее боюсь. Она это понимает. А еще понимает, что никому не нужна. Вот и пакостит. Да как не нужна-то. Так, вздохнула Юля. Вот так. Юля работала с детьми, поэтому знала больше про подростков. Иди и порти ее вещи. В смысле? Удивилась Олеся. В коромысли. Хотя, подожди. У тебя же с ней один размер? Да. Иди и в наглую забирай ее вещи. Витьке ничего не говори. А ей скажи, что ты портишь мои вещи. Я надеваю твои. А будешь жаловаться. Расскажу отцу, что ты порезала мне кроссовки за одиннадцать тысяч. Какие одиннадцать тысяч, Юль? Тысячи в экономе. Иди и делай, как говорю. Олесе было страшно. Но она сделала, как сказала Юля. Алиса обалдела. Даже икнула от такой наглости мачехи. Пока Олеся гуляла с Никитой, она вылила всю приготовленную еду в туалет. Олеся позвонила Юле. Та приехала и взяла Никитку к себе. Затем позвонила мужу и позвала его в гости к Юле. Мол, Никита там. Да и не были давно в гостях. Виктор, не заезжая домой, поехал к Юле. Конечно, в гостях его покормили. По приезду домой их встретила злая Алиса. Пап, почему твоя дура не готовит еду? Ты голодный будешь? Алиса, что значит дура? Олеся взрослый человек. Вроде бы она тебе слова плохого не сказала. Что это значит? А то, я почему должна голодом-то сидеть? Как же голодом, делает удивленное лицо Олеся. Вить, там борща кастрюля, макароны, котлеты и пирог. Может, она не видела? Пожимает плечами Виктор. Олеся проходит на кухню. Алиса, ты что, прямо из кастрюли ела? Грязные кастрюли есть, а тарелок нет, говорит она зашедшему на кухню супругу. Ого, ну ты, Алиска, и пожрать! Смеется Виктор. Алиса, если не наелась, я вон пирогов от теть Юли захватила. Поешь. Ешь сама, фыркнула девчонка. Алиса! Заругался отец. Алиса спокойно взялась мыть посуду. Подожди, говорит Виктор. Он идет в комнату и ведет за руку упирающуюся Алису. Давай вперед, и с песнями. У нас слуг нет. Я не ела, визжит Алиса. Я же сказала. Ты была дома одна. Когда мы уходили, кастрюли были полны едой. Пришли, грязные кастрюли лежат в раковине. Нет, неправда, кричит девчонка. Я вылила все в унитаз, когда еще Алиска была дома. Что ты сделала? Ты вылила еду в унитаз? Виктор говорил спокойно и медленно. Ты взяла и вылила то, что было приготовлено даже не тобой, в унитаз? Я правильно понял? Это была последняя капля, дочь. Я подумаю, что можно сделать. Возможно, мы поместим тебя в клинику. Ты опасна для окружающих. Что ты такое говоришь? Взвискнула девочка. Ты постоянно кричишь, творишь ужасные вещи. Я не псих. Плачет девочка. Вот там тебя обследуют и выяснят. Лучше мы перестрахуемся, чем ждать, когда ты сделаешь что-нибудь. Нет уж, уволь. Девочка заплакала и ушла в комнату. Может, ты жестко с ней, Вить? А я не знаю, как по-другому. Я стараюсь, ты же видишь. Она не идет на контакт. Еще как побывает у бывшей тещи. Все, вообще, хоть караул, кричи. Но сколько можно, в конце-то концов. Олеся стала замечать, что когда она или Виктор, или они все вместе играют с Никитой, или просто болтают, Алиса наблюдает с таким выражением тоски и отчаяния. Юль, я пробую всяко привлечь ее в наши разговоры. Или, не знаю, спрашиваю что-то. Она вроде и сделает шаг, а потом обратно. А крысица вся еще хуже становится. А Витька что? Он тоже старается, но толку ноль. Олесь, ей кажется, что ее мать предала. А мама – это самый главный человек в жизни ребенка. Отец с чужой женщиной живет. При этом она видит, что отец счастлив. Не с ее мамой, а с чужой. Она думает, что никому нет дела до нее. Смотрите, девчонка может пойти по плохому пути. Вот тогда точно прикурите с ней. Да, она вроде хорошо учится. Начитанная. Здесь это не важно. Я еще с Виктором поговорю. Нужно что-то делать. Тебя жаль. Вон вся издерганная. А мать что? Иногда берет ее. Мама у нас теперь хорошая. Она же с ней не находится постоянно. Мама – это праздник. А мы – серые будни. Знаешь, Олеся усмехнулась. Как бы это ни странно звучало, но благодаря ей я повзрослела. Иногда она меня бесит до безумия. Мне хочется, чтобы девчонка провалилась сквозь землю. Но как подумаешь, что она где-то ходит одна, никому не нужная, и реветь хочу. Это нормально. Это материнский инстинкт. Приручишь ее. Не будет лучше ребенка на свете. А если не получится? Что же? Ты не обязана. Ты пыталась. Олеся гуляла с Никитой на улице. Из тысячи звуков она вдруг отчетливо выделила один. Ей показалось, что кричит кто-то знакомый. Посадив сына в коляску, пошла встревоженная на голос. В парке за деревьями была какая-то колготня. Кто-то боролся или дрался. Мальчик снимал на телефон. Олеся увидела, как мелькнули знакомые ботинки. Что? Ах вы! А ну отпусти ее! Быстро поставив коляску с Никитой у дерева, Олеся кинулась на выручку Алисе. А это именно ее пытались свалить крупная девица, и двое еще стояли рядом. Ах вы, твари малолетние! Кричала Олеся, и откуда только слова такие появились? И сила взялась. Она ухватила за руки двоих девиц и держала их. Плакал Никита. На земле лежала Алиса. Кто-то вызвал полицию. Олеся кричала, ругалась. Взяла Никиту на руки. Усадила Алису на лавочку. Ждали скорую, потому что у Алисы была кровь. И родители, и девчонок. Олеся позвонила мужу. Тот позвонил люди. Она сказала, что не сможет подъехать. Олеся поехала вместе с Алисой и Никитой в больницу. Алиса была напугана. У нее текли слезы. Олеся в каком-то порыве нежности и материнской тоски прижала детей к себе. Поцеловала Никиту и чмокнула Алису. «Ничего, ничего, не плачь, моя маленькая!» Шепчет Олеся. «Я их всех пришибу. Никто не смеет обижать моих детей». Они приехали в больницу. Алиса вся тряслась. Ее тошнило. «Сразу скажу, сотрясение!» Сказал врач. Подъехал Виктор. Кинулся к Алисе. «Дочка, что случилось?» «Кого с собой возьмешь? Папу или маму?» Спросил врач. «Родители, кто пойдет? Давайте быстренько решайте!» Виктор с Олесей на секунду замялись. «Маму!» Сказала Алиса и умоляюще посмотрела на Олесю. «Я пойду, конечно!» Сказала она. «Пока проверили Алису, сняли побои, дали показания, к вечеру добрались домой. Девочки предписали покой. Олесь, уложив Никиту, проскользнула к Алисе. «Как она, не спит?» Шепотом спросила мужа. Спит вроде. «Ты иди, я посижу». Она тихонечко поправила одеяло на спящей девочке, приглушила ночник. «Что же с тобой происходит, девочка?» Шепотом спрашивает Олеся. «Откуда в тебе столько ненависти? Я ведь никогда не обижала тебя. Я не разводила твоих родителей. Мы познакомились с твоим папой, когда твои родители уже три года были в разводе. Я знаю, тебе горько и обидно. Ты думаешь, что тебя все предали, но это не так. Я не знаю, как там у тебя с твоей мамой. Не вправе судить. Но я знаю, как у нас. Папа любит тебя, девочка. Дай и мне полюбить тебя и твоему братику. Смотри, какой он интересный. Он начинает болтать, тянется к тебе. Не отталкивай его». Олеся сидела, тихонечко раскачивалась и смотрела в ночное окно. «Я всех порву за Никитку и за тебя. Понимаешь, если бы ты была мне не нужна, безразлично, разве я бы услышала твой голос? Разве прибежала бы к тебе на помощь? Спи, девочка, набирайся сил. Никто тебя не обидит больше». Олеся еще приглушила светильник и вышла неслышно из комнаты. Алиса выдохнула и тихонько заплакала. Она не спала, а только притворялась. Было долгое разбирательство. Тех девочек наказали, поставили на учет. Родители заплатили штраф, переругались все, выгораживая своего ребенка. Много родителей написали заявление на эту троицу. Алису больше никто не трогал. Она ходила вся тихая и спокойная, не огрызалась дома ни с отцом, ни с Олесей, иногда играла с Никитой. Олеся тоже не лезла к девочке. Зачем? Надо будет сама обратиться. Однажды они гуляли по торговому центру. Алиса плелась сзади, зависая в телефоне. Олеся заметила, что девочка вскинула голову и посмотрела пристально куда-то вглубь бутика с верхней одеждой. Давай зайдем, предложила Олеся. Алиса для вида побурчала, но пошла, разглядывая с интересом вещи. Алис, давай тебе эту куртку купим? Да не. Давай, примеряй, смотри, как красиво. Ну, Виктор, смотри. Да, вообще, дочь, красиво. Дома, крутясь возле зеркала в новой куртке, шапке и шарфе, Алиса вдруг подошла и поцеловала Олесю. Олеся смутилась и чуть не заплакала. Вернее, она заплакала, но быстро вытерла слезы. Постепенно все наладилось. Лед тронулся. Медленно, шаг за шагом, Олеся и Алиса выстроили свои отношения. Мне девки завидуют в классе. Сидя на стуле, подогнув одну ногу под себя, говорит Алиса, уплетая булочки, которые они приготовили с Олесей. Да и чему же? Моей клевой маме. Все до сих пор пересматривают видео. Ты у меня герой. Какое видео, Алис? Ну ты что? Тогда же Савка, ну Савелий, снимал на видео, когда ты как вихрь вырвалась, бац, бац, бац. Ты прям супер герл. Чудо-женщина. Да ну тебя, Алиска. Смеются обе. Кто-то пришел. Я открою. Олесь. Это тетя Юля. Что, запускать ее? Я тебе сейчас не запущу, мелкая заноза. Смеются. Хорошо и вместе. Виктор вечером пришел задумчивый и невеселый. Вить. Что случилось? На работе устал. Уже ложась спать, рассказал, что Люда требует Алиску назад. В смысле назад? Два года не интересовалась ребенком, а теперь назад? Нет, не отдам. Она мать, Олесь. И что? Ты отец. Что ты как размазня? Я тебя не узнаю, мой маленький воин. А я тебя. Не смей отдавать ей ребенка. Пусть в суд подает. Алиса уже большая. У нее спросят, с кем жить хочет. Алиса не стала утром скрывать ничего от девочки. Алиса, если ты захочешь, конечно, мы не против, но знай, мы тебя ждем всегда дома и любим тебя. А можно я съезжу к маме на выходные? После долгой паузы говорит девочка. Конечно, провожала Олеся девочку с тяжелым сердцем, но не ей решать, где жить ребенку. Прошли сутки. Виктор орет в трубку Люда, бывшая жена Олесиного мужа. Приезжай и забирай эту идиотку. Она совершенно неуправляемая. Улыбается на кухне Олеся. Так что мы там хотели сделать на выходных? Может, всей семьей на пикник у озера? Марш за нашей дочкой. А я пока все подготовлю. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин